Всем привет! Сегодня у нас очередная встреча АВС РС-клуба и сегодня уже по традиции Саша продолжит свой рассказ о базе данных и сегодня будет лекция на тему нереволюционных баз данных. Всем привет! Меня по-прежнему зовут Александр Бернацкий, я по-прежнему архитектор компании AWS и мы с вами продолжаем говорить о базах данных. Сегодня у нас в повестке нереволюционные базы данных, новая SQL база данных. Давайте я запущу свой экран, чтобы вы его видели. Скажите, пожалуйста, видите ли вы титульный слайд презентации. Отлично. Краткое содержание двух предыдущих серий, супер краткое. Напомню вам, что в первой сессии мы говорили с вами в принципе о том, какие виды баз данных бывают. Мы говорили о том, что такое asset-баз данные, asset-compliant, что такое base-compliant база данных. Вот говорили о том, чем отличается SQL от новой SQL баз данных и когда какие выбирать. Я периодически буду ссылаться на то, что я рассказывал в рамках этой первой сессии сегодня. И в прошлый раз во время второй сессии мы с вами говорили о реляционных базах данных, чем облачные реляционные баз данных отличаются от необлачных, как их проектировать. Некоторые советы практически, надеюсь, полезные я вам дал. И сегодня прямо в таком же ключе будем говорить, но уже про новую SQL базу данных. На мой взгляд, сегодня будет посложнее, чем в предыдущие два раза. Может быть, местами непонятно, хотя я постараюсь максимально просто все объяснить, насколько я могу. Но если будет непонятно, как говорит Елена Малышева, это норма. То есть не волнуйтесь, вам, может быть, стоит просто потом почитать документацию или еще раз пересмотреть. И я думаю, вы осознаете. Вот, я постараюсь сегодня уложиться в отведенное мне время, но не обещаю, потому что слайдов получилось чуть больше, чем нужно. Поэтому те из вас, кто хотят посмотреть четверть финала чемпионата мира Хорватия-Бразилия, вам, видимо, придется досматривать либо футбол в записи, либо мою презентацию в записи. Тут уже дело за вами, решайте. Напомню вам, что AWS достаточно богатое портфолио баз данных. Вот есть как SQL-базы, так и не SQL-базы. Сегодня говорим про не SQL, как я уже вам объяснил. И, к сожалению, про все, прямо вот все это вот, если считать слева, то начиная со второй, это вот все новый SQL-баз данных, который есть в AWS. Про все поговорить сегодня, ну, либо очень поверхностно получилось бы, либо мы бы не уложили с вами в тайминг, поэтому мы будем с вами говорить в основном сегодня о DynamoDB и немножко о DocumentDB. И начнем мы с вами с DynamoDB. Что это такое? Это один из семейства управляемых сервисов, управляемых сервисов баз данных, который предлагает AWS для своих заказчиков. Он создан для хранения, прежде всего, информации, которую можно представить в виде ключ-значения. Что это такое? Чуть подробнее я вам покажу. Вот. Предназначен он в первую очередь для транзакционных нагрузок, те, которые называются OLTP. Вот. Почему? Потому что есть, в общем-то, такое существенное, ну, даже не ограничение, а скорее фича такая, которая отличается от DynamoDB. Почему ее не всегда получается использовать для аналитических нагрузок? Дело в том, что ограничение на одну запись в базе данных, так что такое запись в базе данных, записи таблицы мы с вами тоже разберем. В сегодняшней презентации там есть ограничение в 400 килобайт. Этого достаточно для транзакционной нагрузки, для аналитических задач, когда зачастую требуется достаточно большая широкая запись с множеством атрибутов. 400 килобайт не всегда достаточно, поэтому, в общем-то, это одна из вещей, которая обуславливает использование DynamoDB именно как транзакционной базы, в первую очередь. Другая важная особенность DynamoDB – то, что она замечательно масштабируется горизонтально, в первую очередь. Про особенности масштабирования мы тоже с вами поговорим. Ее возможности масштабирования делают ее, соответственно, быстрой и производительной даже для самых высоконагруженных транзакционных приложений. Интересная особенность DynamoDB – то, что вы обращаетесь к ней через специальный DynamoDB API, который отправляет не что иное, как HTTP-запросы. То есть это не SQL-баз данных, как вы, надеюсь, уже поняли. Это, соответственно, баз данных, который общается с вами, с вашим приложением через HTTP-запросы. Естественно, так как это один из сервисов AWS, тонер органично вписан во всю остальную облачную инфраструктуру, можно управлять с помощью таких инструментов, как CloudFormation, как Terraform, то есть разворачивать сервисы в виде кода, вот можно с помощью, опять же, API запускать, останавливать сервис. И важный еще интересный момент, что сама по себе база данных DynamoDB, она дружелюбна к событийной модели. Это значит, что внутри самой базы данных есть механизмы, которые позволят вам запустить, например, внешний кусок кода, который находится где-то в лямбде. Лямбда – это наш сервис для запуска вашего куска кода на сервер для сархитектуры. Мы тоже это с вами сегодня посмотрим. Но есть еще одна важная особенность, о которой стоит упомянуть. Когда вы будете создавать ваш собственный экземпляр DynamoDB, AWS вас не спросит о том, сколько вы хотите ядер выделить, например, под DynamoDB, или сколько вы хотите выделить памяти. Вас будут спрашивать о нагрузке, которую вы ожидаете на ваш экземпляр базы. То есть, сколько у вас будет там лежать данных, как интенсивно вы будете читать, как интенсивно вы будете писать. И по факту у вас не будет шанса выбрать, сколько ядер или сколько памяти и так далее. Все потому, что DynamoDB – это один из серверлист-сервисов, которые предлагает AWS. Серверлист – это значит, что вам не нужно работать с инфраструктурой, которая лежит под, в данном случае, базой данных. Вам нужно с ней общаться на уровне тех технических и бизнес-задач, которые вы решаете условно. Вот положить туда данные вашего приложения, вот такую-то дать нагрузку и, соответственно, и ожидать определенную уровень отклика, а все остальное сделает за вас DynamoDB. Логичный вопрос, который у вас может возникнуть, если мы не меряем ядра, мы не меряем, не указываем память, то в чем вообще указывается нагрузка, которую мы ожидаем от DynamoDB и за что конкретно AWS берет деньги. Так вот, здесь есть два важных таких параметра, которые нужно понимать. Один называется Reading Capacity Unit RCU, другой называется Writing Capacity Unit WCU. Вот это такие достаточно эфемерные сущности, которые нужно понимать. И RCU – это не что иное, как некое количество условно-вычислительных ресурсов, которые Dynamo затратит для того, чтобы записать одну запись размером до 4 килобайт в свою таблицу. Ну, тут, правда, есть нюансы. Я немножко упрощаю для вас всю эту историю. Если вы почитаете страницу прайсинга, там чуть больше метрик, но это вот две базовые, во-первых, и, во-вторых, там есть разные варианты чтения. Вот есть вариант чтения с Strong Consistency и есть, соответственно, вариант с Event Consistency. Это вот, если помните, когда мы во время первой встречи разбирали с вами, что такое ACID-комплайн база данных, вот буква C как раз отвечает за Consistency, за определенную согласованность. То есть есть строгая согласованность, есть частичная согласованность. Вот если вы хотите читать в строгой согласованности, то это, соответственно, один RCU – это одна прочитанная запись размером до 4 килобайт, а если вам нужна частичная согласованность, то вы можете в рамках одного RCU прочитать целых две записи размером до 4 килобайт. Это то, что касается RCU – метрики для чтения и метрики для записи WCU. То здесь несколько попроще, это, соответственно, запись в таблицу некого куска информации размером до 1 килобайта. Надеюсь, пока более-менее понятно. Если не понятно, то тоже ничего страшного. Будем дальше с вами разбираться, как это все работает. Более того, помимо того, что вы определяете RCU и должны держать в голове RCU и WCU, вы также можете взаимодействовать с BinomoDB в двух режимах. С той точки зрения, какое количество вычислительных ресурсов он вам будет предоставлять и с какой интенсивностью. Один режим называется Provisioned, то есть когда вы просто определяете для таблицы, все это определяется на уровне таблицы DynamoDB, что такое таблица, сейчас поговорим. Вы определяете, сколько вы хотите, соответственно, емкости на чтение, сколько вы хотите емкости на запись. И дальше вы можете еще выбрать так называемый автоскейлинг, то есть будет ли это самое capacity, емкость масштабироваться в зависимости от того, как изменяется ваша нагрузка на базу данных. Это Provisioned режим. Он, соответственно, вам нужен тогда, когда вы более-менее понимаете, какой у вас есть объем данных, какая у вас будет нагрузка, какие у вас будут, скажем так, паттерны доступа, сценарии или шаблоны доступа к вашим данным, тогда имеет смысл, наверное, использовать Provisioned Mode. И как альтернатива есть он Demand Mode. Это когда вы, в общем-то, не совсем себе представляете, сколько у вас будет данных, вы ожидаете некий взрывной рост, вы ожидаете некий взрывной рост и нагрузки. А может быть, вы просто не хотите заморачиваться, вам неинтересно, нет времени считать и так далее, вы можете выбрать on Demand. И в этом случае никакого резервирования мощности и резервирования емкости происходить не будет. Dynamo отработает в соответствии с той нагрузкой, которая на нее просто будет подана, и в соответствии с этим вам будет выставлен точно так же счет. Два режима на ваш выбор. Чтобы договорить дальше о том, что есть в DynamoDB и какие у нее есть отличительные особенности, нужно понимать, что такое табличка в DynamoDB. Так будет сильно проще. Так вот, если, несмотря на то, что это так и называется, DynamoDB таблица, но если думать об этом как об обычной таблице, которую вы можете видеть, не знаю, в Excel или на бумаге у себя, или в революционной базе данных, то мозг может немножко взорваться просто потому, что записи внутри этой таблицы могут иметь разное количество атрибутов, разное количество столбцов, и сами эти атрибуты, сами столбцы могут быть разными, вот как у меня на картинке, например, представлено. Поэтому проще думать о табличке DynamoDB как либо о базе данных, в принципе, как нечто большим, чем одна табличка, либо можно думать как о коллекции, ну, наверное, правильнее всего думать как о базе данных. Вот, соответственно, табличка, в свою очередь, состоит из, можно называть это записями, можно называть это в английской нотации item, и такие, ну, единицы, условно, если в лоб переводить. И item состоит из набора атрибутов, и атрибуты могут быть ключевыми и не ключевыми. И есть два важных ключа, которые нужно знать и понимать, что они из себя представляют. Один из ключей – это так называемый partition key. Это столбец, один или несколько составной, может быть, который используется для распределения данных по партиции. DynamoDB, как мы уже знаем, хорошо горизонтально масштабируется, масштабируется как раз с точки зрения распределения данных на партиции, потом раскладывают эти партиции на шарды. И второй ключ – это ключ sort key. Он используется, ну, как вы, во-первых, можно подумать из названия для сортировки, но не только, он используется и для установления отношений между данными один ко многим, один к n. Он используется для построения иерархии, если вам нужны какие-то иерархические зависимости построить, например, географию какую-нибудь, там, я не знаю, страна, регион, город, филиал, вот что-то в этом, для этого тоже используется sort key. И он используется, естественно, для фильтров всяческих, вот как написано на слайде, больше, меньше, между, в и так далее. Для такого рода условий тоже DynamoDB использует ключ sort key. Есть одна важная особенность. Читая документацию различную про DynamoDB, вы можете столкнуться с точкой зрения, что глобальные разработчики, которые взаимодействуют с DynamoDB, чаще всего, когда речь заходит о каких-то проблемах с производительностью, DynamoDB – это обусловлено двумя вещами. Это либо обусловлено тем, что называется в англоязычной литературе hotkeys, либо то, что называется query page или query pagination, либо query paging в зависимости от того, что вы читаете. Про query paging чуть позже. Сейчас хотел бы поговорить про hotkeys. Это не те hotkeys, которые ctrl-c, ctrl-v. Это хороший hotkeys. А в случае с DynamoDB, вот эти самые горячие ключи, это ситуация тогда, когда вы выбрали ключ партиционирования, столбец какой-то в качестве ключа партиционирования, DynamoDB разложил данные по партициям, и случился перекос по нагрузке. Случилось так, что к одной из партиций ваше приложение обращается намного чаще. Ну, почему это может случиться? Ну, не оптимальный выбор ключа или просто данные перекошены. Не знаю, например, у вас есть какое-нибудь приложение, которое собирает данные с оборудования. В принципе, это хороший такой кейс для Dynamo. Сбор логов, например, сбор какой-то телеметрии, и потом вы кладете их в DynamoDB, и у вас там включат ключа партиционирования, идентификатор цеха. Например, в одном цеху намного больше оборудования, чем в другом. И, соответственно, к нему идет больше и больше запросов. Ну, вы скажете, ну, как бы идет и идет. В чем проблема? А проблема оказывается в том, что у DynamoDB есть лимит по обращениям к одной партиции. Лимит измеряется в тех самых RCU и WCU, единицах чтения и единицах записи. И он составляет либо... Он составляет 3000 RCU и 1000 WCU. И, соответственно, в тот момент, когда по партиции лимит будет достигнут, запросы к ней будут вставать в очередь, будет возникать то, что в англоязычной литературе называется троттлинг. И до 2018 года, это давно, еще целых там, сколько, 5 лет назад почти, разработчикам, проектировщикам баз данных на DynamoDB приходилось об этом думать. Им приходилось закладывать дополнительное там capacity в эти RCU и WCU. Это только у меня пропало. Нет, я думаю, что WCU... Все хорошо? Вы меня слышите? Да, теперь все пропадало. Да, все нормально? Окей, да, ничего страшного. Так вот, эти лимиты 3000 RCU и 1000 WCU, они на самом деле, ну, они довольно большие. Вы с ними столкнетесь только если будет сильно высоконагруженное приложение, потому что вот вы умножите, например, там 3000 RCU на 4 килобайта. Это получается, что вы можете из таблички забрать 24, если я не ошибаюсь, мегабайта в секунду. То есть, в целом, ну, такие нормальные цифры. Но все равно, если вдруг вы уперлись, то хорошая вещь, что у DynamoDB с 2018 года есть опция, которая называется Adaptive Capacity. Она по умолчанию включена, то есть не нужно вам об этом заботиться. Это базовая фича. Вот с 2019 года она еще и мгновенно работает, то есть вам не нужно ждать. И заключается она в том, что у вас есть, например, выделенное количество вот этих емкостей чтения и записи на всю таблицу целиком. Таблица сама внутри разделена на партиции по ключу. И если одна из партиций испытывает повышенную нагрузку, а все остальные партиции, соответственно, недогружены, то DynamoDB теперь умеет перераспределять вот эти лимиты емкостные на ту таблицу, на ту партицию, которая перегружена. То есть забрать у недогруженных и передать перегруженной. Тем самым, соответственно, вы избегаете ситуации, когда перегруженная партиция упирается в потолок по емкости чтения, например, или по емкости записи. Бывает противоположная ситуация, когда у вас есть партиция, и внутри партиции какие-то записи, которые вроде по ключу к этой партиции принадлежат, но они вот внутри нее испытывают повышенную нагрузку отдельной записи. В этом случае DynamoDB тоже умеет это понимать и выделять, соответственно, эти высоконагруженные записи автоматически в отдельную партицию. Это тоже помогает в конечном итоге избегать того, что вы упираетесь в лимит и повышает общую производительность системы. Поговорим немножко с вами про индексы. В принципе, про индексы мы с вами говорили и во время первой сессии, и во время второй, то, что касалось реализованных баз данных. В DynamoDB тоже есть индексы. Здесь идея следующая. Понятно, что наиболее оптимальный запрос к вашей табличке в DynamoDB, он происходит тогда, когда вы обращаетесь через ключ протиционирования, через сортки. Но что делать, если нужно обратиться по полям, которые не входят в ключ протиционирования, не в ключ сортировки. И нужно сделать это эффективно, чтобы отработало быстро, и чтобы как можно меньше этой capacity, RCU, если мы говорим про чтение, было бы потреблено. Тут нам на помощь приходят индексы. Они бывают двух видов. Бывают локальные и глобальные. Сначала мы с вами поговорим про локальные, потом на следующем слайде про глобальные. И локальный индекс нам предлагает создать свой собственный дополнительный сортки. То есть помимо того, что сортки, который определен на всей таблице, вы можете создать рядом индекс по другому полю, который изначально не являлся сортки. Кстати, вы помните, что такой индекс индексов – это некий аналог оглавления или глоссария, когда рядом с таблицей основной создается фактически еще одна таблица, где есть указания для оптимизатора базы данных, что при таком значении поля, по которому построен индекс, записи лежат там-то, там-то, там-то. То есть, соответственно, некий указатель на области памяти, где лежат данные. И точно так же в случае с локал секондарь индексом. Будет создан новый сортки в табличке рядом. Туда же можно добавить какие-то еще дополнительные атрибуты к этому сортки. Он будет распределен по партициям точно так же, как и основная таблица. Поэтому он называется локальный, потому что партишенки все равно останется тот же самый. Это будет только другой сортки. И, соответственно, запросы, которые будут обращаться не по, например, с использованием партишенки и другого сортки, не того, который был изначально на этой табличке определен, они все равно будут отрабатывать быстро и отрабатывать эффективно с точки зрения потребления емкости на чтение. Это локальные индексы. И второй вариант – глобальные индексы. Они отличаются, может быть, вы уже догадались, тем, что вы можете определить теперь не только альтернативные сортки. И вы можете определить теперь еще и альтернативные партишенки. То есть, если, например, у вас есть таблица распределенная, не знаю, там по заказам, по ID-шнику заказов, а потом вы хотите выбирать из нее что-то в разрезе, например, региона, как вариант, или оператора, или еще кого-то, не знаю, в зависимости от вашей бизнес-задачи, то вы можете пересоздать Global Secondary Index. Рядом будет создана таблица индекса. В котором данные будут перераспределены в соответствии с новым выбранным ключом партиционирования. Туда же можно добавить дополнительные атрибуты, которые вам нужны для того, чтобы ваш запрос корректно отработал. И это, опять же, как и в случае с локальным индексом, будет работать быстро и будет работать эффективно с точки зрения потребления емкости на чтение. Думаю, что к этому моменту вы немножко подзапутались, поэтому давайте вот такую табличку я вам покажу, когда что делать. Во-первых, нужно ли всегда создавать эти индексы? В целом нет, потому что одна из таких больших заповедей новой SQL баз данных, это прежде чем вы что-то там запроектируете внутри базы данных, подумайте о том, какой будет профиль доступа к вашим данным, какой будет шаблон доступа, как именно вы будете обращаться, какие именно агрегаты строить и так далее. И, может быть, вам уже сразу получится запроектировать табличку по умолчанию с нужным и партишнки, и сортки, и никакие индексы вам не понадобятся. Ну, вот в случае, например, когда у вас есть таблица каких-нибудь заказов с атрибутами заказов, вы знаете, что вам нужно только по магичнику заказа с определенным фильтром по дате, например, выбирать. Классно, тогда делаем партишнки и заказ, сортки, делаем дату, и это все работает. И если у вас профиль нагрузки на табличку не меняется, профиль доступа к табличке не меняется, то вам и не нужны индексы. Нужда в индексах является тогда, когда, например, вот как тот пример, который я вам привел, не только по адишнику заказа, а еще и, например, по оператору, по региону, по еще там чему-то, по продукту и так далее. В этом случае нужно делать индексы. Соответственно, локальный индекс можно создать только в тот момент, когда вы создаете табличку. То есть нужно сразу в голове держать профиль, потом уже он не даст вам его создать. Он расходует те же самые капасти, которые для таблички выделены. Есть ограничения 10 гигабайт, и всего этих индексов может быть 5. И он обеспечивает strong consistency. Если когда вы обращаетесь через локальный индекс, это всегда строгая согласованность. Если мы говорим про глобальный индекс, они могут быть созданы в любое время. У них отдельная своя емкость на запись, на чтение. Нет лимита по размеру, есть лимит по количеству 20. И они, соответственно, не обеспечивают строгой согласованности. Глобальный совет такой, что в целом, если вам не нужна строгая согласованность, я вам напомню про согласованность, может быть, вы забыли. DynamoDB создает реплики для себя. Эти реплики распределены по разным зонам доступности. Данные распределяются по этим репликам. И вообще говоря, запись происходит сначала на некую основную условную инстанцию, потом распределяется по репликам. Так вот, реплики, они могут быть в какой-то момент времени немножко несогласованы. То есть данные могут быть не самые актуальные с отставанием в миллисекунды, условно говоря. Это называется eventual consistency. Если у вас такого условия нет, то есть вам не обязательно... Ну, или вы понимаете, например, что вы читаете какие-то старые записи, которые давно обновлялись, то в целом глобальный индекс, он вам подходит и во всех остальных случаях, когда вам не нужен strong consistency, нужно использовать глобальный индекс. Некоторые такие базовые вещи, заветы, скажем так, о том, как в DynamoDB проектировать. Начнем с совершенно очевидных вещей из серии, что познайте свои данные, какие между ними отношения, какой-то тип данных, сколько там одновременного доступа будет и так далее. Это все, я надеюсь, вы уже поняли из наших предыдущих с вами встреч. Это для любой баз данных всегда, когда вы проектируете, посмотрите на ваши данные, подумайте, насколько интенсивный к ним будет доступ, какого они вида и так далее. Нужно ли где-то сохранять исторические данные и такого рода вещи. То, что уже больше специфично даже не просто для DynamoDB, а в принципе для любых новой SQL баз данных, это подумайте о том, как вы будете их писать отдельно и как вы будете их читать, именно с точки зрения того, как будет организован доступ вплоть до того, каких столбцов. Почему, например, важно понимать, как вы будете писать данные. Потому что, когда вы пишете данные, вам нужно указывать partition key, неименуемую в табличку, когда вы создаете, вы выбираете partition key, и, например, partition key у вас с малой уникальностью. У вас получаются большие партиции. Большие партиции – это не всегда хорошо, потому что партиция – это единица параллелизма в некоторой степени. Чем больше единица параллелизма, тем быстрее отрабатывает. И здесь есть, например, такой грязный прием, как создание синтетических суффиксов. Например, когда вы понимаете, что у вас, например, тех же самых идентификаторов регионов, филиалов, устройств, неважно чего вы выбрали в качестве ключа партиционирования мало, то вы можете добавлять какой-нибудь синтетический суффикс, какой-нибудь счетчик добавить, подчеркивание 001, подчеркивание 002. И в этом случае вы увеличиваете число партиций. И это то, о чем можно задуматься уже сразу, когда вы, естественно, планируете свою таблицу и смотрите на свои данные. То же самое про чтение. Стоит подумать заранее, как вы собираетесь читать, что это будет за нагрузка, будет ли эта нагрузка в чистом виде транзакционная, когда одну запись прочитали, одну записали и так далее. Или вы все-таки планируете групповые операции записи чтения. Почему это важно? Сейчас будет пример. Я вам покажу. Если пока не очень понятно, то ничего страшного. И подумайте о том, какие вы, в конце концов, после того, как данные прочитали, как вы собираетесь их, если нужно, конечно, агрегировать. Может быть, какие-то KPI высчитывать. Это тоже актуально. Дальше. Совсем уже опускаемся на нижний уровень. Есть определенные, уже специфичные для DynamoDB дизайн паттерны. Основной такой паттерн – это одно приложение, одна таблица. То есть это в корне идет вразрез с тем, к чем мы привыкли в базах данных реляционных, когда мы устраиваем целую схему с нормализацией и так далее. Здесь, как вы увидели, таблица, она может состоять из айтемов совершенно разного атрибутного состава. У одной таблички могут лежать и заказы, и продукты, и клиенты. И все это вполне можно сложить в одну таблицу. Или, например, если вы собираете логи с оборудования, разное оборудование может отличаться разным количеством датчиков, в мере силы тока, напряжения, какую-нибудь частоту вращения, еще что-то. И у всех они разные с точки зрения атрибутного именно состава. Все это можно сложить в одну таблицу. Это совершенно нормально для DynamoDB. И это даже хорошо, потому что в целом это будет уменьшать потребление вашей емкости на чтение, емкости на записи, в конечном счете, сколько денег вы потратите на использование DynamoDB. Думайте о ключах, партишенке, сортке. И думайте о индексах. По идее, на этом этапе, если вы до этого первые два шага правильно сделали, вы уже должны понимать, как именно по каким столбцам у вас будут идти запросы, какие вы будете условия накладывать на ваши атрибуты. И это поможет вам правильно выбрать и партишенки, и сортки, и если нужно, построить индексы. Ну, а если с первого раза не получилось, то это тоже окей, потому что, в общем-то, стандартный процесс проектирования, он подразумевает метод проб и ошибок. То есть создали, потом запустили, посмотрели. Где посмотрели, можно посмотреть в CloudWatch. Это, соответственно, наш всеамазоновский сервис для мониторинга. Вот в CloudWatch вы можете, например, увидеть, как перегруженные партицы, эти самые hotkeys. Вот, если вы поняли, что в этом плане ошиблись, вернулись, перепроектировали, снова, соответственно, запустили, посмотрели, как работает. Это вариант нормы. Вот пример, чтобы стало понятнее. Пример базовый, мы с вами не будем прям сильно в дебри нырять. Здесь у нас есть лог устройств, какое-то оборудование, например, с него мы собираем этот самый лог. Есть идентификатор устройства с достаточной степенью уникальности. У нас есть timestamp, дата-время, когда это произошло. И есть статус, что, собственно, за событие случилось в этот момент времени с этим устройством. И предположим, что дальше в качестве следующей задачи мы хотим с вами выбрать для одного какого-то конкретного устройства все события, в которых был статус ворнинг. И в SQL это бы выглядело, как у вас в верхней части слайда написано. В случае с DynamoDB это будет выглядеть так, как написано в нижней части слайда. И если мы говорим с вами про те самые идентификаторы, которые в запросе указаны, вот это раз, два, три, четыре, пять, то у нас видим всего четыре записи по этому датчику. И, значит, будет прочитано у нас с вами четыре записи, но вернутся в качестве результата только три. Почему? Ну, потому что мы добавим дополнительные условия по ворнингу. Ну, казалось бы, окей, все хорошо, но представим себе, что записей по этому датчику не четыре, а их там, не знаю, пять тысяч, например. Из них ворнингов только три, что в целом некая нормальная ситуация, если у нас оборудование правильно работает, не ломается, то в основном оно шлет нормальные статусы. И в таком случае пять тысяч записей прочитаем, вернем качество результата только три. Почему это плохо? Это плохо, потому что по двум причинам. Потому что на операцию чтения будет расходоваться наша емкость, нашу RCU. Помним, да, что один RCU, если это у нас, например, strong consistency, то это, соответственно, 4 килобайта. Соответственно, как только, если нам нужно прочитать 8 килобайта уже из таблицы, то это 2 RCU и так далее, вот они как бы, вся наша денежки побежали. И почему так происходит? Можете вы меня спросить, вроде тут вот все, там мы запрос написали, фильтр, там количество записей возвращается правильное. Суть в том, что с фильтрами в DynamoDB надо быть аккуратным, потому что фильтры в DynamoDB применяются уже после того, как произошло чтение. То есть они не применяются до чтения. То есть сначала мы все равно читаем, а потом отрезаем просто ненужное и передаем результат приложения пользователю, там неважно, кто запросил. И вот первый негативный момент – это потребление емкости на чтение. Второй негативный момент – возвращая вас к двум наиболее типовым проблемам с производительностью в DynamoDB. Первый – это мы с вами разобрали, это HotKiss, а второй, помните, Query Paging. Что такое Query Paging? Оказывается, что в DynamoDB есть и третий важный лимит. Вот смотрите, я вам назвал уже два важных лимита. Я вам назвал лимит 400 киломбайт на размер записи в табличке. Я вам назвал лимит на емкость на чтение и на запись к партиции, 3000 на чтение и 1000 на запись. И третий, последний важный лимит – это лимит Query Page, так называемый. То есть сколько данных запрос может вернуть из таблицы. Он составляется 1 мегабайт. И в тот момент, когда у вас обширная операция чтения из таблички, то происходит следующее. Вам запрос возвращает кусок, который соответствует размеру в 1 мегабайт, и некую отсечку, идентификатор, на котором он остановился, чтобы вы могли этот идентификатор переиспользовать потом в своем следующем запросе, чтобы получить следующий 1 мегабайт и так далее. Что, согласитесь, не очень прикольно, не очень здорово. И это надо держать в уме и писать свои запросы так, чтобы все-таки операции Query, сканирование таблички, они были поменьше. И стараться уменьшить операции чтения и не идти по шаблону, когда читаем много, а потом их отфильтровываем, все, что в таком большом количестве прочитали. Как это можно сделать? Сделать это можно, правильно составляя ключи, потому что при чтении движок DynamoDB ориентируется на эти самые ключи, на индексы, и в соответствии с этим читает только нужные блоки данных. При операции фильтра он на ключи, соответственно, не ориентируется. Он все вычитывает и потом только отрезает. Напоминаю вам. В нашем случае что мы можем сделать? Мы можем сделать составной ключ. Мы можем оставить partition key точно таким же, device ID, а sort key поменять. Мы можем слить два столбца вместе. Мы можем слить статус и можем слить дату вместе. Это сделать новым sort key. И в запросе использовать уже не конструкцию фильтра. Давайте я переключусь на прошлый слайд, чтобы вы видели. Filter expression. Мы можем использовать здесь конструкцию k-condition, во-первых, и здесь использовать оператор begin with. И, соответственно, здесь указать, что мы хотим этот датчик и все, что начинается с ворнинга. В этом случае будет прочитано исключительно только те три записи, которые представляют для нас интерес. То есть это будет сделано быстрее, и это потребит меньше емкости. Развиваю пример. Что если у нас есть еще один столбец операторов? Например, некто, кто работает на этом оборудовании. И мы хотим дать возможность операторам смотреть логи за те дни, когда у них была смена, например, с возможностью выбора конкретных дат, когда была смена. Очевидно, что оператор у нас изначально не входит, ну, столбец оператор, а прибут оператора не входит в partition key, не входит в sort key. И поэтому мы, конечно, могли бы опять использовать фильтр, но помним, что фильтр не самый лучший вариант. А здесь хороший вариант – это построить глобальный индекс по полю оператор, включить туда все, что мы хотим в этот индекс. То есть вот он, как это выглядит, вот наша основная табличка. Вот наш индекс, у него другой partition key, потому что это глобальный индекс. Вот у него другой sort key, тоже потому что глобальный индекс это позволяет. И еще туда мы можем включить дополнительные атрибуты, которые нам нужны для того, чтобы получить результат в соответствии с нашим профилем запроса. В этом случае этот запрос будет выглядеть вот так. То есть мы говорим, что, вернулась назад, табличка та же самая, обратите внимание, device log, но мы говорим использовать глобальный индекс и такие условия, которые, соответственно, используют индекс, который мы создали. Итак, важный момент про индексы, то, что вы знаете уже, что в DynamoDB записи могут быть разные по своему атрибутному составу. Вот внутри сами атрибуты не обязательно должны быть заполнены, то есть где-то, ну, как в нашем случае, для какого-то оборудования оператор может быть указан, для какого-то оборудования оператор может быть не указан. И индексы в DynamoDB, они разрежены, глобальные индексы разрежены по умолчанию, локальные нет. Вот, и разреженность заключается в том, что индекс строится только, соответственно, по тем значениям, которые реально присутствуют в основной табличке. Вот для всех этих пустых записей в индекс, в индекс, соответственно, записи не попадут. Вот, и это полезно в том случае, если у вас большая табличка, и вам из большой таблички надо, там, не знаю, миллион записей, вам из этой большой таблички надо выбрать какие-то крохи, там, условно, 100 записей. Вот, разреженный индекс здесь очень полезен, потому что он делает сканирование таблички эффективным. Надеюсь, стало понятнее после того, как мы пример разобрали. Поговорили, значит, про ключ партиционирования, про ключ сортировки, поговорили про глобальные локальные индексы и посмотрели пример, как все это вместе может работать с точки зрения того, как вы это все можете запроектировать оптимальным путем. Некоторые еще важные фичи, которые есть в DynamoDB. Что делать, если вы все вроде запроектировали правильно, но приложение ваше настолько велико, настолько мощно, столько в нем пользователей, и, не знаю, настолько оно востребовано, что все равно вы упираетесь в лимит по партициям, в лимит не по партициям, а в лимит по емкости, например, по чтению на партицию, и возникает троттлинг, то здесь вам на помощь придет вещь, которая называется DynamoDB Accelerator, или DAX сокращенно. Это не что иное, как управляемый, опять же, это сервис, который управляется AWS, он является комплементарным к DynamoDB. И он делает in-memory cache для DynamoDB. Соответственно, туда помещаются горячие данные, которые очень часто читаются из DynamoDB. Он работает как и на чтение, так и на запись. Он отказоустойчив, он реплицирован между несколькими зонами доступности. То есть это полностью промышленный кэш для DynamoDB. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы создавать это самому. Достаточно просто условно галочку в консоли поставить, и этот кэш будет создан, и его нужно использовать тогда, когда вы, соответственно, упираетесь в лимит емкости для партиции. В этом случае рецепт использует этот кэш. Еще одна интересная особенность. Помните, я вам говорил про то, что DynamoDB поддерживает, в начале, на первом слайде, event-driven подход. Это код, значит, что она может фактически сама быть источником определенных событий, передавать что-то наружу и вызывать, например, лямбду, кусок кода, развернутого на сервере с архитектурой. Такая возможность есть благодаря функционалу, который называется DynamoDB Streams. Это не что иное, как Change Data Capture для DynamoDB. Change Data Capture – это по-русски отслеживание изменений в данных. То есть, когда меняются данные в табличке, DynamoDB имеет возможность потом эти данные, во-первых, передать наружу, и для обработки переданных данных запустить нечто. Это может быть либо Kinesis, либо Kinesis – это наш инструмент для потоковой обработки данных, либо это может быть лямбда, то есть тот кусок кода, который вы сами написали, и на сервере с архитектурой разместить. И, в конечном счете, это дает нам возможность строить какие-нибудь такие классные потоковые вещи для обработки данных. Кстати, такие вот примеры, если вы будете получать сертификат и архитектора associate. Такие вопросы очень любят в сертификации серии. У нас есть заказчик, которому нужно отслеживать события с его оборудования и автоматически принимать меры, какие сервисы вы предложите. Там несколько вариантов. В том числе обязательно есть вот этот кейс с DynamoStreams. То есть ситуация такая, что оборудование передало сначала событие, например, поломка, и потом надо оповестить инженера о том, что эта поломка сломалась. То есть данные можно положить в табличку. Дальше, когда DynamoDB увидит, что статус сменился на, например, неисправность, она автоматически передаст его дальше. И потом этот статус неисправность будет обработан логикой специальной, которая в лямбде может находиться. И дальше там что-то будет оповещен инженер или автоматически какие-то меры будут приняты. Соответственно, в этом Streams достаточно существенно помогает. И еще одна функциональность DynamoDB, которая называется Time to Live. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы избежать избыточного роста ваших табличек в DynamoDB. Например, тогда, когда вы знаете, что, например, данные вам нужно хранить, не знаю, по корпоративным нормам, данные вам нужно хранить в течение года, например, и потом, соответственно, вы их можете удалить из таблички, они не нужны. Или вы используете DynamoDB для хранения каких-то краткосрочных данных о сессиях пользователя или еще о чем-то. Вы можете для каждой записи отдельно определить время хранения, какое оно будет находиться в табличке, и потом либо эту запись удалить, либо переместить ее, можно от куски данных переместить в S3 для целей, соответственно, более холодного хранения, бэкапирования. Это то, что касается DynamoDB. Немного советов о том, как проектировать. Рассказ о таких основных особенностях. Рассказ про основные два типа проблем с производительностью, которые вы можете увидеть. Это, еще раз напомню вам, либо HotKiss, перекос по партициям, либо это Query Paging, когда у вас слишком большие куски вычитываются. И еще три интересные фичи. Это Cache, это Streams для событийной потоковой обработки, и это время жизни записи. Дальше поговорим с вами о DocumentDB. DocumentDB – это тоже один из управляемых сервисов AWS, один из семейства управляемых баз данных, которые AWS предлагает. Он, соответственно, обладает всеми характерными качествами, которыми AWS наделяет свои управляемые сервисы. Он масштабируемый. До 15 реплик вы можете создавать в DocumentDB, причем делается это без даунтайма. Это делается буквально в течение нескольких минут. Он по умолчанию отказоустойчивый. Данные распределяются по трем зонам доступности. Всего у вас есть шесть реплик данных. По несколько, соответственно, в каждой зоне доступности. Он синтегрирован с системами контроля доступа, которые AWS предлагает, с системами мониторинга, логинга. И важная, наверное, особенность, которая стоит отметить, то, что DocumentDB, он совместим с Mongo. Потому что в целом они примерно одну и ту же задачу решают. То есть это хранение той информации, которая в первую очередь, наверное, представлена в виде JSON. Если помните, то в первой лекции мы это с вами обсуждали, когда конкретно нужно использовать DocumentDB. Основной признак того, что вам нужно использовать DocumentDB, это то, что ваши данные представлены в виде JSON. И заявляется, как видите, здесь на слайде написано, совместимость с Mongo версии 3.6 и 4.0. Вообще говоря, последняя версия Mongo шестая. Поэтому совместимости с последней версией пока нет. Про roadmap я тоже не могу пока вам прокомментировать. Откровенно говоря, отжидать, наверное, полной совместимости такой, что вот у вас есть ваша база данных и некие workload и нагрузки на эту базу данных, сделанные в Mongo, и вы хотите перенести в DocumentDB один в один, и прямо без головной боли, скорее всего, так не получится. То есть совместимость, она не полная, она частичная. Вот если вам интересно, то, мне кажется, на странице MongoDB, там есть подробно расписано, чем конкретно отличается Mongo от DocumentDB с точки зрения того, что поддерживается, что нет, это вам просто надо держать в голове. Если вы собираетесь мигрировать с одного на другое, то, во-первых, это не будет последняя версия Mongo, во-вторых, там будут определенные ограничения с точки зрения совместимости. Более, да, наверное, пока хватит об этом, а вот поговорим с вами о том, что с архитектурной точки зрения DocumentDB себя представляет. DocumentDB построен по архитектуре, в которой у вас разделены с вами вычислительные ресурсы от слоя хранения, как вы видите на слайде. Это значит, что вы можете масштабировать отдельно, соответственно, ваши вычислительные ресурсы, сколько у вас есть памяти, сколько у вас есть ядер, и вы отдельно можете масштабировать сторидж, который вы используете. Вот это в целом плюс, потому что у вас могут быть ситуации такие, когда вам нужно больше вычислительных ресурсов, но при этом вам не нужно больше сториджа, и наоборот. Вот. Кроме этого, такое разделение позволяет, например, достаточно удачно работать с репликацией данных. Помните, я вам говорил, что DocumentDB создает шесть реплик данных. Вообще говоря, есть такое понятие кворума. Есть отдельно кворум на чтение, есть отдельно кворум на запись. Так вот, изначально, когда данные записываются в этот распределенный сторидж, успешной записью считается тогда, когда у нас создалось с вами четыре реплики данных, соответственно, две в основной зоне доступности и по одной в двух других зонах доступности. Вот если вы посмотрите на слайд, видите, что в AZ2 у нас две, соответственно, копии данных, хотя на слайде это не видно, потому что слайд у нас не в динамике, но так или иначе. В общем, поверьте на слово, что кворум 4. Вот после этого запись считается успешной, но потом запись все равно продолжается до тех пор, пока этих реплик у нас с вами не будет шесть. Вот такая у нас ситуация, когда запись, видите, распределена по времени, по репликам она, опять же, нам дает нестрогую согласованность, опять же, дает eventual consistency. И с чтением ситуация такая, что достаточно, чтобы было три реплики. Это считается кворумом для чтения. Почему это важно? Потому что представьте себе, что одна из зон доступности, например, AZ1, она вышла из строя. Вот в ней у нас лежало по две реплики данных. У нас все равно их осталось еще четыре, чего достаточно и для записи, и этого достаточно для, соответственно, чтения. Потому что кворум 4.3, то есть система, в общем, в целом не страдает, хотя в целом выход из строя зоны доступности – это такое большое событие, печальный день для AWS, и это крайне редко случается. Вот. Как вы, в принципе, взаимодействуете с кластером DocumentDB? Вы взаимодействуете с точки зрения записи, всегда нужно взаимодействовать с Primary, вот, потому что, соответственно, с Primary начинается запись, то есть идет сюда обращение, потом происходит запись первого экземпляра данных, потом репликация, когда достигается кворум 4, то все, запись считается успешной. Вот. А для того, чтобы распределить нагрузку, ну, потому что это же все-таки вычислительные ресурсы, вычислительные ресурсы потребляются и для записи, и они потребляются для чтения, то имеет смысл использовать реплики. Реплики, они несут, с одной стороны, смысл и для отказа устойчивости используются, и они же используются для распределения нагрузки, потому что вы можете подключаться для чтения, например, в ваше приложение, например, несколько приложений могут вычитывать данные из реплик, которые предназначены только для чтения. Они могут быть не строго согласованы. Опять же, помним эту историю о том, что данные могут отставать на миллисекунды. Но, тем не менее, это намного более оптимально с точки зрения распределения именно балансировки, правильного использования вычислительных ресурсов, которые вы используете, потребляете в рамках использования DocumentDB. И еще один аспект, о котором стоит поговорить, это бэкап. Так, бэкапы происходят, опять же, это замечательная вещь, бэкапы происходят без утилизации компьютер-ресурсов, что это значит, что у вас не возникают блокировки, у вас не возникает лишнего употребления ресурсов. Вы это вообще не замечаете с точки зрения вашего операционного использования базы данных. Бэкапы все делаются на уровне сторожа. Там есть и полные бэкапы, есть и бэкапы инкрементальные. И данные, по факту, в реальном времени сливаются в бакет S3. Бесплатно DocumentDB предоставляет бэкапы глубиной один день. То есть у вас всегда есть бэкап один день. Даже если вы там условно решили не пользоваться, там и не платили за это деньги, этот бэкап все равно у вас будет. Но, соответственно, на коммерческой основе можно настроить большую глубину бэкапа. С точки зрения разработчика, как все это выглядит, вот здесь есть интересный кусок кода, который показывает, как через Python работают сначала с Mongo, а потом обращаются с помощью этого же клиента к DynamoDB. Соответственно, создается клиент, который обращается к Mongo, credentials Mongo создаются. Проверяется подключение, что оно работает, приходит ответ. И потом тот же самый, соответственно, клиент используется только для DocumentDB, меняется немножко строка подключения, и он тоже работает. Это пример совместимости, но помните, что я вам говорил, что совместимость частичная. Определенные операторы там не будут поддерживаться. Для этого надо вам чуть подробнее документацию читать, как на нашу документацию, так и документацию MongoDB. Более того, есть еще ряд некоторых лимитов, о которых вам нужно знать, особенно если вы собираетесь строить что-то масштабное, высоконагруженное. Это, во-первых, лимит на подключение к инстансам. Максимум этот лимит может составлять 30 тысяч одновременных подключений. И эта цифра растет по мере того, какой вы инстанс, какое количество учительных ресурсов вы выбираете, потому что документ.дб – это уже не серверлес сервис, как в случае с DynamoDB. Здесь вам предложат все-таки выбрать ресурсы, которые вы хотите. И в зависимости от того, какие ресурсы вы выберете, соответственно, там будет разное количество подключений доступных. Ну, надо сказать, что в целом 30 тысяч подключений – это довольно много, на мой взгляд, в максимуме. Но если вы выбираете какие-то инстансы, вычислительные ресурсы скромнее, то цифры будут меньше, но все равно вы можете этим управлять, вы можете этим управлять на уровне, во-первых, приложения, не забывать закрывать подключение. Вы можете также организовать прокси, чтобы переиспользовать. Эта проблема решаемая, о ней нужно только знать, чтобы она не оказалась для вас сюрпризом. И второй момент – это лимит под так называемым курсором. Курсоры – это, ну, может, кто работает с базами данных, встречались с этим термином раньше. Это определенные указатели, что ли, которые вычитывают данные из баз данных, которые пробегают по данным внутри таблички. И каждый раз, например, вычитывая данные в цикле условно из таблички, вы создаете курсор. Есть лимит курсоров – 4,5 тысячи курсоров на, опять же, инстанс. И с этим тоже можно бороться. Рекомендуется бороться на уровне логики в вашем приложении, следить за тем, как вы эти курсоры открываете, и, соответственно, что вы их своевременно закрываете. Это называется такая гигиена курсоров. И если вдруг вы уткнулись в ошибках там условно, достигнуть лимит курсоров, помните, что вот он существует. Это значит, что вам надо просто повнимательнее в рамках вашего приложения и следить за тем, как вы с ними работаете. Если у вас возникнет практическая необходимость работать либо с DynamoDB, либо с DocumentDB, то вы всегда можете почитать документацию. Я здесь привел некоторые основные ссылки, которые вам помогут сориентироваться. Первое – это ссылка на документацию DynamoDB. Второе – это DocumentDB. И последнее – это ссылка на наш блок по базам данных. Там все вперемешку, не только DocumentDB и DynamoDB. Там и реляционный баз данных, и всякие там серии с баз данных и тому подобное. Но там зачастую можно увидеть определенные рецепты, скажем так, готовых архитектур, может вам помочь. И в рамках академического изучения уже темы, так сказать, чтобы развить презентацию, которую я вам показал, вы можете поделать лабы, воркшопы. Вот первая ссылка – это ссылка на… Там не один воркшоп по этой ссылке. Там сразу несколько воркшопов по DynamoDB. Вы можете выбрать тот, который вам покажется наиболее интересным. И вторая ссылка – это ссылка на воркшоп по DocumentDB. Здесь уже как бы особого многообразия нет. Он просто один конкретно воркшоп, который вы можете сделать. Там пошаговые инструкции, как его выполнять. Если хотите в этой теме немножко прокачаться. Я вам в качестве завершения напомню, что мы поговорили с вами в рамках наших трех сессий о видах баз данных. Мы поговорили с вами о реляционных базах данных, в основном о RDS и RDS на Postgres. Немножко я вам рассказал про то, что есть в аналитических реляционных базах данных. Про Redshift мы поговорили. А сегодня конкретно мы с вами беседовали о DynamoDB, о, скажем так, основах проектирования внутри DynamoDB. И еще чуть-чуть поговорили про DocumentDB, в основном с точки зрения того, что этот сервис себя представляет. Если, кстати, вам нужно будет погрузиться чуть глубже, то вы можете воспользоваться ссылками. На этом у меня на сегодня все. Я, смотрите, уложился до футбола. И если у вас вопросы, я с удовольствием на них поотвечаю. Спасибо, Саша, огромное за лекцию. Так. Что-то вопрос учитывать. Да, Саш, привет. У меня есть вопрос. Вот ты рассказал про DocumentDB и говорил о том, что у нас есть Power Limits, через который мы делаем в основном записи. Да, и существуют инстанции для чтения, которые отдельно. Вот мы говорили про революционные базы данных. Ты нам рассказывал о том, что есть региональные, где мы можем, грубо говоря, читать, записывать, вне зависимости от того. Точнее, создав регионы, через которые можно это делать, это все автоматически синхронизируется. Правильно я понял, что здесь регионы выступают вот эти read-инстансы в DocumentDB, где мы можем настроить, да? А primary вход только один. Или primary вход все-таки на запись может быть тоже в региональных зонах распределен? Смотри, значит, давай сначала вернусь назад к революционным базам данных. Мы много говорили про сервис RDS и немножко говорили еще про Aurora. Это, скажем так, RDS со звездочкой. RDS 2.0 можно его так назвать. Один из движков, на самом деле, который предоставляет RDS, но чуть более продвинутый. И если мы говорим про RDS, там Postgres, например, управляемый Postgres, то там все равно подход следующий. Есть некий primary, экземпляр баз данных, через который вы можете и писать, и читать. И есть возможность создать реплики на чтение, так называемые read-реплики. Это один подход. Другой подход – это создание для цели отказа устойчивости экземпляра баз данных, который будет находиться в нескольких зонах доступности, multi-AZ, так называемые. Но все равно вы работаете только с запись, с primary экземпляром, находящимся в одной зоне доступности, а когда вам нужно, соответственно, что-то вдруг случилось в primary, вы переключаетесь, автоматически это происходит, это делает сам AWS, он переключает DNS на другую зону доступности, и вы, соответственно, там будете работать с экземпляром баз данных в другой зоне доступности, но писать все равно только в него одного, если мы говорим про RDS. В Avroir ситуация такая, что там может быть действительно чтение и запись в нескольких зонах доступности и даже более того в нескольких регионах. Если мы говорим про глобальную Avroir, такая возможность тоже есть. А в случае с DocumentDB, здесь есть ситуация примерно такая же. То есть вы можете использовать DocumentDB в рамках одного региона, и при этом у вас, соответственно, будет находиться экземпляром баз данных в одной зоне доступности, через которую вы и читаете, и пишете, и read-реплики, из которых вы только читаете, в других регионах, в других зонах доступности. При этом, если что-то случается либо с зоной доступности, либо с primary instance баз данных в зоне доступности, то вы можете превратить одну из read-реплик в primary и, соответственно, тоже через нее не только читать, но и писать. Спасибо. Так, вопросов вроде больше нет. Ну, последний вопрос, а за кого ты будешь болеть? Я не уверен, что я буду его смотреть, но, наверное, пусть это будет Хорватия. Почему нет? Мне кажется, она слабее, надо поддержать слабейшую. Мне нравится этот волк в комментариях, кто не понял, тот поймет. Ну, посмотрите, глобально, то есть новая SQL-тема, она несколько сложнее, мне кажется, чем SQL, поэтому, если вдруг у вас осталось чувство такого легкого смятения, то просто надо чуть больше с этим поработать. Вот, все, почитать, поэкспериментировать, сайте воркшопы, например, и все пойдет. Спасибо, Саша, еще раз, что пришел, прочитал, что коллекции, было очень интересно. Спасибо вам, надеюсь, что все это будет полезно, примените в новых классных, крутых проектах. Думаю, обязательно. Что-нибудь точно применим. Хорошо, мы были рады тебя видеть. Все, всем тогда. Всем спасибо и до следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok